А теперь я буду ставить на голосование по очереди все те предложения, о которых мы сейчас говорили. Сейчас сформулирует каждый из нас свое предложение. Уважаемые товарищи, коль мы сегодня не услышали о том, что мы, слуги народа, должны обязаны отчитываться перед громадой, перед избирателем, которые нас избирали, я с великим удовольствием не только поддерживаю, а инициирую вопрос о досрочных перевыборах городского главы и городского совета. С великим удовольствием. Если мы не находим общий язык, нечего нам здесь штаны тереть, пускай приходят другие, которые более организованные, и я вношу это предложение и прошу за него проголосовать. Спасибо, Алексей Анатольевич. Меня не может не радовать такая Ваша позиция, что Вы наконец-то присоединились к нашей инициативе, которая была более полутора месяцев назад, когда мы с Владиславом Шалеевым инициировали данный проект решения. К сожалению, он тогда не был поддержан, и как Вы сегодня говорили, что лучше позже, чем никогда. Поэтому я очень рада, что Вы сегодня также выступаете с такой инициативой. Алексей Анатольевич, уважаемые коллеги, я думаю, это очень правильное решение, сейчас предложено Сергеем Ивановичем, инициатива подхвачена отдельными коллегами, в том числе и Вами, как городским головой. Я тоже поддерживаю эти предложения, потому что, наверное, громада города, жители города Бердянска уже устали от этой чехарды. Но я хочу внести еще поправочку в проект решения, который предложил мой коллега Сергей Иванович, что ныне действующие депутаты в городском совете, которые довели до ручки всю ситуацию в городе Бердянске, не имеют права больше заявлять о себе на выборы в местные советы. Вот это будет справедливо. Зачем же нам повторно наступать на те же грабли? Потому, если мы допишем этот пункт, я буду голосовать двумя руками. Спасибо. Хотел бы не апеллировать тому, кто сейчас сказал, что мы недостойны чего-то. Просто представьте себе в это трудное время, мы у одной лодки все вместе. А лодка – это наш город. И мы так легко отказываемся, уйдем завтра, послезавтра и вообще уйдем когда-нибудь. Мы интересно, конечно, все рассуждаем. И бросать, чтобы люди не подумали, что мы уже бросаем их на произвол судьбы. Мы уже говорим, что плохие депутаты. Простите меня за выражение. Депутаты, когда шли в стихийное бедствие, нормальные депутаты все были на местах и все были на улицах нашего города. И что бы делал город бы? Потому что городская власть просто не успевала все сделать. Невозможно все. Не хватало коммунальных техники, не хватало коммунальных людей, никого. И депутаты подтягивали свои и ресурсы, и возможности, и свою энергию. Поэтому я прошу вас, когда принимать будем решения, не надо оскорблять друг друга. Если это надо на будущий, на будущий 2015 год, пожалуйста, можете принимать решения. Мы с вами 4 года проработали. Ну, разные у каждого. Каждая из нас личность. Надо друг друга уважать. Мы договорились эту сессию провести оперативно, четко и так далее. Но если сидит он, Сергей, несчастный, я его с уважением к нему отношусь, мы его с больницы притянули для того, чтобы что-то сделать. Что же мы делаем? Какой мы грех? Понимаете? Вы послушайте меня до конца. И к чему это все надо? Во имя чего? Перезагрузка должна быть. Всему и вся. Я на это дело очень просто смотрю. И у нас есть два варианта. Конечно, очень жаль, что это будет только зверь, а это пиар. Но я говорю от души. Процедурно это будет очень долго. Это будет дорого. Но это надо или делать, или надо схаменуться всем. Вот эти кадровые вопросы и так далее решать последовательно, организационно, договорившись, а не делать то, что мы сегодня делаем. Поэтому я сознательно говорю то, что я сегодня говорю. На этом точка. О следующем. Что в данном вопросе нам нужно не эмоции, а трезвый, такой логический подход. В данном вопросе. Почему? Потому что решение наше, это одно. А мы не должны забывать... Иван Иванович, да, я скажу, потом будешь рассказывать. Мы не должны забывать, что мы давали присягу, это первое. И не должны забывать о том, что нас избирали люди. На будущее, конечно, я хотел бы, чтобы в этом обращении было следующее. Чтобы не партии были в местных советах, а была персональная ответственность, а не коллективная безответственность. Почему? Когда в партию непонятно кто и как, и все остальное может пройти, а потом опять же отвечать кому, непонятно кому, непонятно за что. Если тебя люди избрали, ты должен держать перед ними слово и держать честь и достоинство. И свою работу показывать. А не так, как сейчас у нас получается. Начинают все рассказывать, а о чем мы говорим, мы сами не понимаем, о чем мы говорим. Для этого я считаю, что каждый человек, каждый из нас давал, прежде всего, присягу. И поэтому теперь, хочем мы этого, не хочем мы этого, мы должны выполнить свой долг. И показать свою работу на оставшееся время. Предложение или законопроект у народных депутатов Соболева и Лешкова. Во-первых, вы так вот говорите, что мы все здесь за то, что предложил Лешков. Если мы просим включить город Бердянск в проект решения, который они готовят по городу Запорожье, это значит, что мы поддерживаем предложение по городу Запорожье. Вы в этом уверены? Я, например, не поддерживаю совершеннейшее. Считаю, что СИН это очень работоспособный, при всем его своеобразии, мэр Запорожье. Имея больше 20% поддержки населения, это великолепно для мэра. А то, что там кто-то какие-то интересы преследует, это меня не волнует совершеннейшее. Я не живу в Запорожье, я живу в Бердянске. Поэтому мы будем, давайте говорить, применить на городу Бердянску. Уважаемые коллеги, я, как и прошлую сессию, считаю, что, к сожалению, досрочные выборы никто назначать в стране пока не будет, потому что это делает парламент, потому что для этого необходимо соответствующее бюджетирование. И то, что сейчас происходит, это игра на публику. Это будет попытка определенных людей сказать, что кто-то против самороспуска или боится. Те люди, которые ни черта не делают, и в черте куды направили бюджетные деньги, которые я должен был выписать в помощь своим бабушкам и дедушкам, а получилось, что мы хотели дать на бронежилеты защитникам, а не можем их найти, теперь вот забалтают, вот так вот проблему. Те деньги, которые мы не можем вывесить перед учителями, и то, что мы не можем найти протоколы по земельной комиссии, так вот, это попытка все свалить на самороспуск, понимаете? То есть, ну, если кто-то хочет играть в эту игру, пусть играют, это их игра, но юридически, я повторяю, ничего не изменится. Просто кто-то думает, что это кроме пиара, ну, привыкли в пиар играть, ну, играйте в пиар. Не, чтобы, как прошлый, хотя бы хуже, лучше, но кто-то пошел убирать город. Там и то пиара было меньше, была конкретная работа. Сейчас хотим играть, кого-то самороспуститься. Я вообще не понимаю, с каких позиций совет предлагает уйти городскому голове. Офигенное предложение, извините, оно сленговое, конечно, но выбирали люди. Вот за себя вы можете как-то отвечать, но если вам плевать на мнение бердянцев, хуже или лучше, но Бакай или городской мэр, неважно, как он вам нравится, выбирался народом, бердянцами. Он не выбирался городским советом. Отчет потребуйте, проведите референдум, но вы же этого не делаете. Тут есть просто попытка самопиариться и сказать, что кто-то за что-то держится. Играйте в эту игру, Ольга Гавриловна. Играйте, пользуйтесь. Ну, Ольга Гавриловна, я вам хочу сказать о том, что моя позиция не меняется. Более того, я считаю, что в той кризисной ситуации, в которой находится наша страна, заниматься перевыборами городского совета и городского головы, это уподобляться крысам, бегущим с тонущего корабля. Потому что в настоящий момент как раз и нужна команда, которая будет разруливать ту ситуацию, которая слаживается в нашем городе. И поэтому я против такого решения. Но могу в качестве альтернативы предложить действенное решение, которое решает все проблемы. Сейчас все депутаты городского совета, не выходя из этого зала, пишут заявление о сложении из себя депутатских полномочий. Сдают эти заявления городскому голове, который, кроме всего прочего, является головой Рады. Назначаются конференции городских партийных организаций, которые выдвигали и от которых были избраны депутаты в городском совете. Эти конференции обнуляют списки и вместе с заявлениями протоколы собрания этих первичных конференций подаются на рассмотрение избирательной комиссии, которая принимает решение. И после этого мы продолжаем исполнять обязанности, а Верховная Рада никуда не денется и обязана будет назначить перевыборы. А это уже является отговорками. Особенно если вы говорили, уважаемый Шалеев, мы партия регионов, как вы сказали, избиралась, мы помним, как она избиралась, как туда кто попал, об этом не будем говорить. Я знаю, как вы избирались и как вы туда попадали. Минуточку, я же до конца, если хотите, я могу поддискутировать даже. Послушайте, пожалуйста. А речь идет о том, чтобы не получилось у нас. Ведь в чем у нас проблема? Ведь вы, если взять поодиночку, многие здесь присутствующие, абсолютно большинство, разумные люди. Но у вас у каждого люфт свободы очень маленький. Не хочу никого обидеть. У некоторых депутатов. Поэтому ситуация очень простая. Или нам надо поднять друг друга и работать до конца каденции. А согласно закона про Министерство обрядувания, пока не изберется другая рада и городской голова, нам придется с вами работать. Куда мы денемся? Поэтому я хочу, чтобы мы друг друга услышали. Вот это наше звернение, это готовность сделать так, чтобы меньше пиариться, а больше работать. Но, к великому сожалению, это получается пиар. Почему? Потому что технологически, технологически, это очень будет долго. Это надо, мало того, что мы звернение пошлем, мало того, что комитет Верховной Рады рассмотрит. Для этого, если даже будут положительные решения, дай Богу, то под это надо выделить финансирование. Принять обязательно этот вопрос, государственное финансирование, понимаем, и так далее. Назовут ли нас разумными? Я вам помните, в начале сегодняшнего сессионного заседания говорил о том, как город Бердянск, слава Богу, выглядит на фоне Украины. Поэтому, для того, чтобы много не говорить, а коль такое поступило предложение, я предлагаю, я предлагаю, зачитаю еще раз проект решения, мы за него проголосуем, а там жизнь покажет. Уважаемые депутаты, только что дежурный, оперативный дежурный, делающийся полкома, передал мне информацию, о том, что дежурный городдела МВС ему сообщил, что им прибыло сообщение о минировании из полкома. Я, как городской голова, какие я должен предпринять действия? Значит, это не обязательно. Есть предложение, закройте с той стороны дверь, и никого не выпускать. Тоже нормально. Да, поехали. Алексей Анатольевич, у нас этот вопрос вызывает бурное обсуждение, мы это до перерыва, во время перерыва, там помогали Шараю выписывать то, что он хочет, мысли свои сформулировать. У меня предложение Шараю Сергею Ивановичу. Коль ты вот заварил такую кашу, всем понятно, уже тут ваши коллеги, наши коллеги, ваши сторонники сказали, назвали вещи своими именами. У меня предложение, снимать данный проект с повестки дня. Продолжение следующее. Если мы хотим что-то подготовить, то мы должны его правильно подготовить, и потом подать и проголосовать его. На сегодняшний день у нас нечего подавать, нечего я. Пока мы же только у нас получается, мы друг в другу начинаем глаза тыкать, непонятно что и непонятно. Конечно, немножко поправлю выступающих. Я вносил проект с одним пунктом, номер один. Кто вносил после меня правки, то обращайтесь к ним. Я настаиваю на своем проекте, особенно по пункту первому. Прошу поддержать. Голосуем. Голосуем. Субтитры создавал DimaTorzok А оно ни те, ни те не прошло. В целом, мы сейчас проголосуем.